Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это клуб редакторов программы, где руководители средств массовой информации и наши гости обсуждают основные события уходящих дней. Сегодня в нашем клубе собрались Владимир Перцов, телерадиокомпания «Мир», Павел Якубович, СБ «Беларусь» сегодня, Ольга Ванина, издательство «Подшатковая школа» и Павел Сухоруков, «Гродненская правда». Коллеги, давайте для того, чтобы начать нашу программу, посмотрим, какие же основные события, на наш взгляд, произошли на уходящей неделе. Александр Лукашенко принял участие в саммите Евразийского экономического союза в Астане. Белорусская гуманитарная помощь доставлена в Эквадор, пострадавшая от землетрясения. Аномально дождливая погода в Европе, наводнение в Германии и Франции. Число курильщиков в Беларуси снизилось с 41 до 27%. Гомель признали самым чистым и благоустроенным областным городом. В Гродно прошел фестиваль национальных культур. В школах прозвенел последний звонок. Начались выпускные экзамены. Хочется еще добавить, на этой неделе свой день рождения отмечала Светлана Александровна Алексеевич, лауреат Нобелевской премии. От имени Клуба редакторов, коллеги, давайте поздравим Светлану и пожелаем ей творческих успехов. Коллеги, на неделе отмечали очень много событий, связанных с детьми. Во-первых, день защиты детей. Потом, здесь же и последний звонок, и первые экзамены выпускников школ. Все это замечательно. Но есть новости и тревожные. Вот, допустим, например, 20-летняя девушка до смерти забила свою старшую сестру Молотковым. Вряд ли ее этому учили в школе. Или с прошлой недели еще до сих пор обсуждается то страшное событие в школе, когда ученик порезал ножом учительницу русского языка. Уверен, что и этому его тоже не учили. В народной воле, значит, здесь целая подборка, значит, на эту тему, большая достаточно. Но подборка такая, знаете, какая-то, чтобы навести на мысль, что в школе из детей делают преступников, как мне кажется, да? Цитата. Преступниками дети не рождаются. Уголовниками их делают те или иные обстоятельства в семье или школе. Но тогда, тем более вопрос, кто должен контролировать эти обстоятельства? Кто должен контролировать, Кулина? Здесь мы столкнулись с таким, как бы, отдаленно резонансным фактом и явлением. Такой возросшей подростковой агрессивностью. Невероятной. У нас это вот вылилось в такой, конечно, случай дикий, но общество потрясенно обсуждает уже вторую неделю. Но масса примеров к нам приходит из стран, как бы, формально более благополучных. В Соединенных Штатах то стрельба, то то, то сё. Но я не хочу, чтобы этот разговор вышел на такие пропагандистские карельсы, что, дескать, у них там негры увешивают. Это просто манифестация вот этих вот явлений о том, что в подростковой среде всё больше и больше укореняется жестокость, агрессивность. И всё то, что, вообще говоря, заставляет, конечно, содрогнуться. Потому что, ну, серьёзно обсуждать здесь роль учительницы, как пытаются. Учительница может быть более строгой, менее строгой, может быть занудливой, может быть... И повод резать её ножом. Но бросаться на неё с ножом, вообще, конечно, слов нет. Но обсуждение, какая была учительница в своём труде учительском, я думаю, что нужно ставить за скобки и всё-таки говорить об этом феномене. Как мальчик, тем более, говорят о том, что нормальная семья и всё остальное. Все его хвалят, хорошо учился и так далее. Как он мог дойти до этого? Вот что, мне кажется, нужно обсуждать. Откуда это берётся, а самое главное, не станет ли это каким-то таким поветрием, что ли? Вот, Ольга, откуда это берётся, на ваш взгляд? Ну, воспитание, процесс многогранный очень. И вот вы спрашивали, кто должен контролировать. Я думаю, что здесь другого ответа не может быть. Это должно быть такое тесное взаимодействие и родителей, и вообще семьи, и школы, и большого количества других ведомств, организаций. И, по большому счёту, это дело каждого в обществе следить за тем, чтобы наше подрастающее поколение... Ольга, вот говорите, прописны истины, всё правильно, всё так вы говорите. Это говорили сто лет назад и будут говорить. Но вот обратите внимание, в чём разница. Раньше говорили, кто виноват. Семья, школа, улица, как субъект воспитания. И сейчас появился ещё один субъект. Интернет. Появился очень сильный конкурент. Ну и СМИ. Нас тоже не надо списывать счёт. Давайте немного цифру. Белта, Юнисеф. 50% детей посещают интернет-сайты без присмотра родителей. Лента.ру. По данным Роспотребнадзора, около трети ссылок, содержащих запретную информацию о самоубийстве, приходится на страницы социальной сети ВКонтакте. Вот насилие, самоубийство, порнуха, весёлые картинки. Всё это в куче. Вот тут и взрослые-то вот этот интернет-дряни противостоять очень тяжело. Стоит только как-то запретительные меры. Моментально просыпаются какие-то дяди, там, тёти, которые... О, свобода слова, где вы там... А вот как ребёнка уберечь, если он, едва родившись, уже тянется к планшету? Это новое поколение. Интернет смотрит множество, если не все. Но с ножом на учительницу бросился один. Мы совершенно в правильное русло нашу беседу направили, потому что сто лет назад не было тех угроз для формирующейся личности, для подростка и для ребёнка, которые есть сейчас. Есть такой психологический фактор, по-моему, он называется подражание или что-то вроде того, когда, насмотревшись, когда привыкнув к убийствам и в интернете, и в новостях по телевидению, и в компьютерных играх, что очень важно при формировании детей, которые сидят в этих приставках, и в онлайн-играх и так далее, они уже вот этот барьер нанесения увечий кому-то ближнему, он у них стирается. И ребёнок, который, в общем-то, как вы говорите, характеризовался неплохо, даже хорошо, пошёл на такое чудовищное преступление, нанёс увечию учителю, которая много лет отработала в этой школе. И слава богу, что для нашей страны это случай не типичный, а единичный. А если вот эти газеты, которые так пропагандируют западный образ жизни и все институты, которые там есть, посмотрят на то, чем страдает западное общество и американское, мы увидим, что в американских школах на каждом входе стоит полицейский, и есть ячейки металлоискателей, само собой, и ячейки для хранения оружия в школе. Вот это уже, наверное, проблема, которую нам бы здесь не хотелось никак видеть. Может быть, это такой первый тревожный сигнальчик, а может быть, в нашем обществе будут приняты все необходимые меры по всем ведомствам, и по МВД, и по Министерству образования, и так далее, чтобы вот такие случаи у нас больше не повторялись. В том числе и по регулированию интернета, компьютерных игр, там, сублимация войны, каких-то убийств, всё, что там идёт. Информация, если раньше, допустим, в моём детстве информация основная такая запретная не от папы с мамой, а от ребят по двору, да, значит, сейчас не от ребят по двору, сейчас самую вкусную такую, ну, в кавычках, вкусную информацию ребёнок получает из интернета. А у нас, по-моему, в стране не работают никакие инструменты для того, чтобы ограничить детский хотя бы доступ. Это плохо. В России, вот вы упомянули, в социальной сети, посмотрите, вот буквально последние недели будоражит всю общественность количество суицидов среди детей и подростков. Когда им там присваивают номера, организуют какие-то очереди, подталкивают их на самоубийство, прыжки с каких-то там высоток и так далее. Вроде бы под какими-то очень такими красивыми рисуночками. Киты, там, цветочки, бабочки, ещё там какая-то ерунда. Вот это уже проблема и трагедия. Такое быстрое развитие технологии, немножечко общество у нас запаздывает, родители запаздывают и не создают в полной мере эту опасность. Потому что очень часто есть случаи, когда дети в контакт выходят, там, чуть ли не в начальной школе, во втором, в третьем классе, у них уже есть свой аккаунт, они уже там переписываются. И родители, в общем-то, часто считают, что это нормально, но пусть общаются, забывая о том, что у каждой медали есть обратная сторона, и может подстерегать ребёнка там опасность. То есть это вопрос информационной грамотности, информационной безопасности. И, например, за границей во многих странах, я знаю, есть такая практика, как родительские коды доступа. То есть просто ребёнок не может получить до определённого возраста возможность попасть в интернет без санкционирования родителями. Или, например, какие-то специальные вот есть приложения, которые определённым образом ограничивают источники, к которым будет иметь доступ ребёнок. И я думаю, что мы на пути к тому, чтобы к этому тоже прийти, чтобы родители участвовали в регулировании этого. Пока мы дойдём, мы же можем дров наломать. Я сейчас даже не говорю об этом конкретном юноше, который совершил вот этот ужасный поступок, проступок. Я говорю, а кто-то чувствует степень ответственности за то, что так произошло. Хорошая семья, хороший мальчик, хорошая школа, учитель требовательный, как и должен быть учитель требовательным. Но кто-то же должен сказать, всё-таки моя вина, или какая-то инстанция, или кто-то. Никто не отвечает. Может, Гродненская правда вина в этом? Я не думаю, что Гродненская правда вина именно в этом случае. Но если вы правы в чём, уважаемые коллеги, в том, что надо рассмотреть причину данного поступка, или, в принципе, тех тенденций, явлений, которые есть. Возрастает не только информационное наступление на наши молодые умы, на детей, но и общая психологическая среда, информационные потоки, постоянное учёба-напряжение. То есть это же психологическая проблема. Если бы это был хулиган, который стоит на учёте по делам несовершеннолетних и совершил данный поступок. Проблема в том, что это вполне нормальный ребёнок в классическом понимании. Поэтому, а в плане того, кто в этом виноват, тут надо определить, конечно, можно какого-то отдельного человека или какую-то организацию посчитать виноватым и, как бы, сказать, подписать переговоры на этом, поставить в этом деле точку. Мне кажется, что эта проблема более... на неё нужно смотреть более широко. Ну, вот смотрите, хорошо, Ольга уже упомянула, я просто процитирую, значит, журнал «Экономист» Великобритания. В 2013 году британское правительство заставило интернет-провайдеров блокировать контент для взрослых на компьютерах новых клиентов, если они не включат фильтры. Поскольку большинство сделало это правительство, теперь планирует закрыть сайты для взрослых либо посредством анонимной проверки личности, через списки избирателей, либо через кредитно-рейтинговые организации. Наше законодательство ещё очень далеко от того, чтобы контролировать контент, потребляемый детьми. Вот что возможно сделать медийному сообществу, представителями коего мы здесь являемся? Что мы можем, как мы можем противостоять? Мы можем мысль высказать, я и выскажу. Во-первых, искать виноватых – это крайне неперспективное дело конкретно в этом случае. Вообще нам нужно понимать и медийным людям, и родителям, и всем остальным, что мы вступили в век новой информационной жизни. И поэтому фильтры или не фильтры, какие-то ещё иные палеотивы ничего не дадут. Второе, как мне кажется, почему не надо искать виноватых? Виноват этот паренёк, если следствие это установит, а считать, уходить опять в 70-е годы и говорить о том, что школа виновата, семья виновата, либо Голливуд виноват, либо насмотрелся не того. Все смотрят, но, ещё раз повторяю, с ножиком бросился один. Возможно, он садист, возможно, в общем, много можно говорить возможно, и это скажут. Меня во всей этой истории беспокоит совершенно другое. Меня беспокоит то обстоятельство, что у нас получается объективно, что учителя – это профессия риска. Этого нельзя допустить. Вот это самое главное. А второе, мы должны послать обществу месседж некое послание, что, размышляя вот об этом, не надо поступать так, как многие родители соучеников, которые там сбиваются в какие-то инициативные группы и говорят, что да, это учительница, она слишком требовательна и прочее, прочее. И так мы скомпрометируем сам институт, педагогический, так сказать, всех педагогов. Людям и без того там непросто. И люди делают самое главное дело – они учат наших детей, учат нашу молодёжь. И если мы народный гнев такой, беру это слово «народный» здесь в кавычках, на них направим, прожектор туда направим, то мы окажем очень большую услугу тем, кто не хочет того, чтобы у нас общество развивалось нормально. Вот президент в послании сказал, что важнейшая задача педагога – научить ребёнка отличать добро от зла. Это вопрос философии и вообще тяжелейшая. Но конкурент ли педагог интернету? Знаете, я бы так вот не противопоставляла педагога и интернет. Вот я бы вернулась сначала к своей первой мысли – педагог, родители, интернет, СМИ и всё-всё-всё общество. Это, может быть, и общие фразы, но они важные. Дело в том, что если педагог говорит одно, а выходя на улицу, ребёнок видит другое, если педагог говорит одно, а включая телевизор, подросток видит другое, и интернет – то же самое, не будет здесь такого вот общего эффекта. Будет снижаться авторитет учителя. Опять же, если подростоку учитель что-то говорит, а в СМИ где-то идёт критика системы образования, критика учителей, опять же, мы роняем авторитет системы образования, и эффект на выходе воспитательный тоже снижается. То есть здесь нужно понимать, что это общая задача, всё равно всего общества. А вот что мы можем сделать? Во-первых, дети должны быть заняты. На самом деле, ребёнок, у которого кружки, музыкальная школа, курсы, у него нет времени на этот интернет, он там не сидит, он только туда иногда действительно выходит. Возможно, даже по конкретным нуждам, так сказать, связанным с его вот этой деятельностью. Очень хочу согласиться с вами и продолжить эту мысль. Вот молодёжь, она протестна по своей просто природе. Появляется молодой человек, он хочет познать всё, он всё берёт на сомнения, он протестен. Но те, кто занят, допустим, спортом, те, кто занят творчеством, искусством, у них есть цели спортивные, научные цели, какие-то творческие цели, им некогда, они свою протестную энергию туда как-то вот направляют, им некогда заниматься всякой ерундой. А те, кто не знает, чем себя занять, вот они являются той самой средой, куда откладывают свои вот эти вот протестные личинки, политические мухи всячески. Извините за такую метафору. Что можно сделать? Я ещё раз повторю, что мне кажется, что менее всего мы к истине приблизимся, если будем как бы мысленно иметь в виду и подразумевать, что надо ребёнка отключить от всего, пусть занимается спортом, вышиванием. Это утопия, так невозможно, конечно. Это утопия. Ребёнок должен быть в интернете, должен жить жизнь интернета, во всём должна быть норма. И вообще очень не хочется, чтобы кто-то воспринял нас за каких-то ретроградов, которые тут вдруг требуют изъять интернет и заменить его там игрой в городки. Я предлагаю эту тему завершить тем, что мы все единодушно пожелаем этой несчастной учительнице быстрейшего выздоровления. А политическим дядечкам и мухам, которые откладывают вот эти личинки, очень образно сказано. Хочется не то чтобы пожелать, а сказать, что в любом цивилизованном обществе за подобные подстрекательства и другие противоправные действия необратимо должна наступать ответственность. И что бы противоправное, каким бы путём они ни делали, через интернет или так, уговаривая детей на какие-то там противоправные действия, всегда и везде в обществе это наказывалось. И ненаказанным это быть не должно. Дело в том, что информационная среда сейчас перенасыщена, и она достаточно агрессивна. И все родители должны это чётко понимать, что ребёнок, оставаясь наедине со средствами массовой информации, он остаётся как с микробами. Если родители оберегают от микробов во время простуды, каких-то инфекций, оберегают, точно так же надо относиться и к непроверенным средствам массовой информации. Да, всё, давайте прервёмся на рекламу. Мы проверили, почему? Вот, прервёмся на рекламу, потом продолжим. Это снова Клуб редакторов, мы продолжаем. На прошлой неделе в клубе присутствовал шеф-редактор нашей Нивы. Была дискуссия, возможность высказаться. Все говорили всё, что хотели, как обычно у нас в клубе. Но вот потом осадок неприятный очень остался после тех комментариев, которые шеф-редактор нашей Нивы вдруг высказал в разных средствах массовой информации. Вот несколько цитат буквально. Цинизм некоторых выказываний, а дустровывает цинизм гэтых людей и державных СМИ у Вогуля. Это про нас. Программа робится для того, как вот таки хитрый, язвитский способ принижать, уносить раскол, дискредитовать незалежные, недержавные выданьи и оппозиционных политиков. Ну вот просто, знаете, вот ощущение, что человека пригласили в гости, на столе были салфетки, а он вытер руки об скатерть, ещё плюнул в коридор и ушёл. Что мы такого плохого сделали человеку? Вспоминаю знаменитую российскую поговорку «У каждого Егорки свои отговорки». Мне понравился Данько на нашей передаче. Во всяком случае, он хотел сказать всё, что сказал, и сказал всё, что мог. И это отмечено... Теперь он про вас плохо не будет говорить. Да, это отметили очень многие люди, которые обсуждали потом всё это. Данько, который вот эти нравы, так сказать, поддерживает, сам оказался жертвой. Потому что есть такая личность ещё более интересная, некий подгол, который вообще прокомментировал всё это мероприятие, клуб редакторов. Он сказал, что перечислил фамилии. Давыдька, этот, этот, всех кто был, включая Данько. Это послуга Чирежима. Как Данько попал послуга Чирежима, это тоже интересно. Поэтому говорит это о чём? Это говорит о том, что наше информационное, медийное общество, всевозможные комментаторы, ну, находятся в каком-то разъюшенном, говоря по-белорусской, состоянии и не очень, как бы, понимают, что такое консолидация общества, на каких основаниях... Хотелось бы споров, а не оскорблений, на самом деле. Я хочу сказать, что, как мне кажется, мы идём правильной дорогой, когда мы делаем передачи клуба. Мы приглашаем всех, кто хочет принимать участие. По-моему, и Андрей Данько, и другие люди даже просили, приглашены. И далее мы это будем, так я понимаю, продолжать. Потому что все, кто принадлежит к миру медиа, должны иметь право здесь быть, высказаться. Но, конечно, оставлять такие комментарии, что чуть ли не какой-то Жалнеш попал в плен к большевикам, еле вырвался. Вы больше либерал, чем я, поэтому я прислушиваюсь к вашему. Да, я больше либерал. Его главная цель – принять программу развития страны до 2020 года. С чем идёт на собрание власть, с чем туда придут делегаты. Президент анонсировал собрание как открытый разговор власти и народа. А вот публицист Александр Федута сомневается, что это будет результативно. Цитата. На мероприятиях с такой численностью людей решения не принимаются вовсе. И не разрабатывается. Открытый результативный разговор возможен в группе численностью не более 12-15 человек. Если более, то всех выслушать просто невозможно. Прокомментируйте, пожалуйста, это высказывание и вообще ваше отношение к съезду. Ну, я в какой-то степени, наверное, с господином Федудой соглашусь, что в том, наверное, его понимании обсуждения проблемы, какую он видит, наверное, это невозможно. Но если подходить с точки зрения Всебелорусского народного собрания, истории возникновения его, да, в 96-м году уже прошло первое Всебелорусское собрание на вот этом изломе историческом развитии нашего государства. И последующее, то мы увидим, что каждое Всебелорусское собрание венчает собой какой-то этап развития нашего белорусского государства. Сама механика избрания делегатов, подготовка, обсуждение в трудовых коллективах, потому что я как руководитель трудового коллектива, мой трудовой коллектив, мои сотрудники прошли все эти этапы выдвижения уполномоченных, понимания причин собрания. Ну, вам конкретно, как делегату, какие-то наставления коллектив говорит, скажи вот об этом, рубани их, сколько можно терпеть, до каких пор, или терпеть нечего, ну, какое-то поручение, какое-то задание есть. Мы вообще хотим как можно больше дать эфирного времени тем делегатам, которые поедут, потому что реально не все смогут высказаться, но есть средства массовой информации, и каждый делегат просто обязан найти средства массовой информации, и любое государственное, не государственное, где свою точку зрения высказать, как он относится к сегодняшним процессам, что его волнует, что волнует его коллектив. Чего в этом плохого? Вы право абсолютно сорвали просто с языка. В каждом средстве массовой информации, мы читаем в Советской Белоруссии, в региональной прессе и на телевидении, активно идет обсуждение целей, задач, результатов Всебелорусского собрания предварительно, ну, я имею в виду, так сказать, перспективных. Поэтому не видеть вот этой дискуссии в обществе и на страницах, и в эфирах, в эфире наших средств массовой информации, и говорить о том, что это нерезультативно, мне кажется, это какой-то нонсенс. Ну, вот смотрите, некоторые демократические политологи зубоскалят, что, дескать, вот, ну, работяги-делегаты умом не вышли, чтобы принимать серьезное решение. Цитата. Попытки выставить Всебелорусское собрание площадкой некоего мозгового штурма или концептуальной дискуссии, в принципе, вызывают иронию. Нигде в мире экономическую стратегию не вырабатывают простые трудяги. Нормальные трудяги объединяются в профсоюзы, чтобы поменьше вкалывать и побольше получать. Вот и вся стратегия работяги. Вот, а потом оппозиция удивляется, почему ее не поддерживают на выборах. Если так писать о своем народе, то кто же тебя поддерживает? Да. Откуда такая агрессия? Не к агрессии, а по определению, как бы, к любому проявлению действий государственной власти. А стоит признать, что у нас система государственной власти сильная и действенная. И это признают даже наши самые заклятые друзья и товарищи. Что бы ни делала государственная власть, они всегда будут дискредитировать это, сводить на хихихаха, там, поливать чем угодно, вот, лишь бы как-то создать определенный информационный фон того, что это плохо, неправильно, если там какой-то случай, значит, школа плохая, если собрание, значит, системы государственной власти плохая, если там что-то в медицине, медицина никуда не годится и так далее. Наверное, стоит меньше их слушать, тем более цитировать на государственном телевидении. Мы сейчас очень нуждаемся в этом собрании. Все системы государственной власти и не только. И бизнес, и предприятия, потому что сейчас действительно экономический, и не только экономический перелом в мире. Еще пять лет назад, когда были планы на пятилетку, мы не могли себе представить, что будут такие радикальные переломы в политической, в экономической жизни. Никто не мог представить, что будут такие санкции, контрсанкции в отношении России и Запада. Никто не мог представить, что нефть будет стоить ниже 30, что наши там, в кавычках, друзья подорвут рынок калийных удобрений одного из источников финансирования поступления нашего бюджета и так далее и тому подобное. А теперь нам нужно собраться и определить вот эти направления жизни в ближайшие пять лет. Появилось много либералов, говорят, давайте отпустим цены, давайте сделаем коммуналку 100%. А готово ли наше общество? Социологические опросы не могут дать на все это ответы. И вот эти люди, которых мы цитируем, они тоже тенденциозны в том, что они пишут. Нужно собрать людей с мест, говорящих и умных, а не то, как они пишут. Послушать их и понять, и подумать, правильно ли мы движемся, обозначить эти векторы по каждой сфере развития нашей страны. Вот что мы хотим от этого собрания. Те, кто требовал санкций против Белоруссии, я имею в виду политиков, они не чувствуют ведь своей вины в том, что экономика там не так развивается, как хотелось бы. Они добились санкций, а теперь говорят, видите, как плохо. Так вы для этого все сделали, с вашей стороны. Себелорусское народное собрание назначено на 22 июня. Для нас это знаковая дата. Это простая рифма, или же есть какой-то знак в этом, или какой-то, знаете, как родина в опасности. Ну, 22-й это, наверное, на съезде как-то это будет или минута молчания, или что-то еще. То есть объединяющий фактор вот этой трагедии, который был для всего тогдашнего Советского Союза и для белорусского народа. А есть ли в этом какой-то знак, намек, или просто так, совпадение? Мне кажется, что, первое, необходимо, чтобы всенародное собрание не было заформализовано, чтобы там не было разговоров правильных, но не по существу. И в этом случае все и скептики, и приверженцы поймут, что это нужное дело. Это первое обстоятельство. Второе, такие мероприятия, такие собрания, а конкретно всенародное белорусское собрание, нужны, потому что пять лет общество развивается, и должен быть такой большой форум, где должен позвучать серьезный, аргументированный анализ прошедшего, смелый, принципиальный и жесткий разговор о ситуации нынешней, и некая выработка планов на будущее. Вот если так схематично, но должно очевидно быть так. Одним из таких лейтмотивов, как мне кажется, в том числе и по поводу назначения дня этого мероприятия, это, конечно, вопросы безопасности. Мы в прошлом раз говорили, что безопасность, далее идут суверенность, экономическая, продовольственная, информационная, иные виды безопасности. Это очень важно для страны, для общества и для каждого человека, каких бы он там убеждений не придерживался, но каждый разумный человек должен это понять. Поэтому, мне кажется, некий инфернальный смысл искать стоит, что 22 июня. Ведь что такое 22 июня? 22 июня, кроме общих слов, что вероломство, Гитлера там, и нацизма и так далее, на самом деле все это показало, что правительство во главе с товарищем Сталиным было беспечным, страну к войне не подготовили, потому что ожидать от врага, что они должны, как в древние времена, прийти и заявить, что через три дня мы будем нападать, это уже было исключено. И поэтому мне хочется сказать, что действие президента, это всегда действие на упреждение. Разумеется, не все получается, и мы не живем в такой ситуации, рафинированной и абсолютно бесконфликтной. Тем не менее, президент и иные политические руководители страны, моделируют события, чтобы быть готовым ко всему. А 22 июня – это главный такой, что ли, маркер, когда шапка загидательства, беспечность, неготовность, и в результате огромная кровь и поражение, которое потом большим героизмом выходит. Поэтому я лично от собрания жду не только упражнений в красноречии или в таких каких-то вещах, а что это будет анализ, констатация, и самое главное, общество, собрание должно послать сигнал. Дальше мы будем развиваться вот по такому, по такому, по такому пути. Этого, по-моему, осознанно или неосознанно, но ждут все. Вася, кто еще хочет высказаться на эту тему? У меня такая неожиданная возникла сейчас ассоциация с 22-м. Это ведь день летнего солнцестояния. А мы, в общем-то, относимся к солярным этносам. У нас весь наш год, да, исторически привязан к солнцу, к солнечной активности. И вот хочется, чтобы солнце было с нами и успех был на нашей стороне, как говорится. Я не могу, вот вы такие красоту какую-то держите в руках, покажите нашим телезрителям. Вы пришли с новым вашим журналом, да? С новым номером журнала. Да, это последний номер журнала «Рюкзачок». Я его прислала. Лето наступило, судя по вам. Да, да, лето приближается полным ходом. Это к нашей начальной теме о взаимодействии семьи, школы и СМИ. У нас этот журнал выходит уже более 10 лет. И именно для такого вот взаимодействия и создавался. У нас здесь, кроме материалов, которые для детей, есть еще и вкладка для родителей. Поэтому какие-то вот советы, потому что родители тоже отстают. А ничего, что дети прочитают для родителей? Это очень хорошо. Дети нам пишут, что они читают. А некоторые родители совместно с детьми читают. Они тогда лучше друг друга понимают. И в этом журнале у нас еще есть диск. Вот все эти годы мы входили с аудиодиском. Но с июля мы будем делать мультимедийный диск, потому что дети другие сейчас. Для них очень важна наглядность. Для них очень важно вот видеть. И мы хотим журнал. Вот СМИ не всегда справляются. У телевидения возможностей гораздо больше. И вот опять же, возвращаясь к тому, что мы можем сделать, можно больше сотрудничать. Например, система образования, я знаю, очень многое может предложить материалов для создания детских передач. Пускай их будет больше. Я, как мама, хочу сказать, что вот хотелось бы больше, чтобы было детских передач. Может быть, даже детский канал когда-нибудь у нас появится, белорусский. И со своей стороны тоже готова поучаствовать. Мы тоже мечтаем об этом. Все делаем для этого. Стараемся. И, может быть, достараемся. Знаете, тоже листая газеты, я всегда обращаю внимание на такие яркие публикации. Павел Зоджевич, мне очень понравилось. Вот в четверг СБ Беларусь сегодня. Статья называется «Кто в коттедже живет? Наши люди». Значит, здесь наконец-таки рассказ о том, что не только чиновники строят дома элитные, не только какие-то ну вориши, а еще нормальные люди, которые очень даже неплохо живут. Поэтому вы выбиваете, собственно говоря, этой публикацией одну из самых любимых тем антигосударственных средств массовой информации, что посмотрите, как чиновники живут, а как зуботехники живут, а как сантехники живут в этих же коттеджах. Поэтому не надо. Геннадий, как раз не этим руководствовался. Мне очень не нравится такой грех, как зависть. А те, кто пытаются убедить читателей, слушателей, просто там сплетничать, что вот есть все эти коттеджи, это же на нашей шее, это кровососы из нас и так далее. Мы сделали рейд по таким основным местам. Это возле каждого областного центра, так, по-моему? Да, и в районных центрах тоже. Да, там живут не председатели, и не зампреды областполкомов, а живут обычные люди, те, которые смогли построить себе дома. А сегодня это... Очень многие имеют такую возможность, поэтому материал против зависти, сплетен и других порохов, которые, конечно, я согласен, насчет солнцестояния, больше солнца. Мне вот, если позволите, то, что Павел Изуточ говорил, что у нас немножко вот части вот этой собственности, да, строений, там, домов, у нас немножко, наверное, с советских времен вот осталось вот это вот отрицательное негативное отношение к достатку. Вот, то есть к успешности, наверное. Что-то было. И в хижине были разборчены. Счастье, там, с милым рай в шалаше, там, и ряд других, как бы, сказать, моментов, которые отрицают возможность достатка и успешности. Мне кажется, что надо ломать вот эти стереотипы, и наша успешность как государство, наверное, в сломе вот этих вот этих вещей. На этом зиждется половина негосударственных СМИ. На этом анекдоте, что... Золотая рыбка говорит, что тебе сделать, но имей в виду, что твоему соседу я дам в два раза больше. И он говорит, выколи мне глаз. Мне кажется, если мы избавимся вот от этих предрассудков и стереотипов, то в целом, особенно в преддверии важнейшего нашего форума всенародного, вот, я думаю, что об этом тоже будет идти речь в части отношений к бизнесу и к... Да, вот хорошая фраза. Ну что, коллеги, спасибо вам большое за разговор, за нашим кругом столом. Уважаемые телезрители, наступило лето. Хороших вам дней солнечных. И встретимся ровно через неделю, и обсудим те события, которые произойдут. Субтитры создавал DimaTorzok